Праздничный митинг, посвященный празднованию 70-й годовщины Победы в сельском поселении Совхоз имени Ленина, открыл бессмертный полк. Под звуки военного марша потомки победителей, их дети, внуки и правнуки, прошли колонны, неся в руках портреты своих родных, воевавших во время Великой Отечественной войны. Всё меньше остаётся ветеранов, живых свидетелей, грозной и трагической для всего человечества войны. Марина Николаевна Кадзина, жительница поселка Совхоз имени Ленина, участник и очевидец тех страшных событий. Приехала сюда в 43-м году. Тут ничего не было. Было пустое поле. Коровы были в одном здании, в другом лошади были. Я работала в полях, звеневой. Звена была 23 человека. Всё время первое место занимала. Ну, что было и что сейчас стало. Мы сейчас в царстве живём. Больше ничего не надо. Только здоровье было бы. Глава сельского поселения Елена Добренкова пожелала ветеранам чувствовать к себе ежедневную заботу и внимание своих внуков, своих родных, своей страны. Ведь именно за неё они проливали свою кровь и трудились в тылу. Спасибо вам, что вы с нами. Спасибо, что вы делитесь с нами своими воспоминаниями. Мне хочется от имени всех жителей нашего поселения поздравить вас с тем, что завтра наступает 70-й день победы. С тем, что мы вместе встречаем этот замечательный праздник. И пожелать вам всего самого наилучшего. Главное, чтобы ваше здоровье не становилось хуже. Чтобы вас радовали детские улыбки. Чтобы вы помнили и знали, что вот сколько детей пришло поприветствовать вас. Воспитанники детских садов «Замок детства» и «Клубничка» от имени самых младших жителей поселения поздравили всех собравшихся с праздником. Пусть на земле цветут сады, здоровы будут дети, не нужно нам войны беды, пусть солнце ярко светит. Никогда забыть не сможем и про подвиги солдат. Мир для нас всего дороже, так ребята говорят. В юбилейный год 70-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне отпустили в небо 70 воздушных шаров. Как символ памяти о каждом военном годе. Как символ желания жить в мире. Ах, эти тучи голубой напоминают море. Напоминают старый дом, где тружат чайки за гном. Никого в нашей стране война не обошла стороной. Поэтому в эти памятные дни в каждой семье вспоминают тех, кто сложил свои головы во имя победы. В заключении мероприятия все участники митинга возложили цветы к памятнику погибшим воинам. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Елена Кошелева. Субтитры создавал DimaTorzok